Вот вам 10 забытых фильмов, которые являются действительно очень крутыми. Даже странно, почему сейчас их так редко увидишь. Несправедливо! Их нужно осветить! Путешествие рок-пришельцев, 1984 год. Что это за фильм категории B без апатажного сюжета? В этом фильме нам рассказывают о необычных инопланетянах. Они ищут источник рок-н-ролл-музыки и попадают в мифический город Спилберг. Они обнаруживают банду подростков, возглавляемую Диди, и лидер пришельцев влюбляется в нее. Это фильм о 80-х, которые вызовут в тебе ностальгию, когда бы ты не родился и в какой части вселенной. Идея состояла в том, чтобы сделать пародию на пляжные фильмы 60-х, но создатели добавили более современные черты для тех времен. Несмотря на банальный сюжет, фильм этот может продлить вам жизнь, поскольку вы будете смеяться почти над каждой сценой. Например, когда жертва будет помогать маньяку чинить бензопилу. Актриса Пия Задора отлично отыграет в этом мюзикле. Если вы цените музыку 80-х, то в этом фильме есть несколько проникновенных тем. Таких фильмов больше не снимают. Поэтому зацените его в последний раз. Ведь он снят в золотую эру фильмов категории B. Барбарелла, 68-й год. Действие фильма происходит в далеком будущем, где злой ученый Дюран Дюран изобрел смертоносный позитронный луч, чтобы уничтожить Землю. Президент Земли отправляет своего лучшего астронавта Барбареллу, чтобы найти ученого. Чтобы выполнить свою миссию, ей также приходится встретиться с Черной Королевой и приспособлениями для сексуальных пыток. Путешествие нелегкое, но судьба Земли зависит только от нее. Картина основана на комиксе Жанна Клода Фореста и представляет собой психоделическую, фантастическую сексуальную комедию с захватывающим сюжетом. Конечно же, есть забавные и глупые моменты, но вряд ли кто-то будет смотреть этот фильм из-за фантастической истории. Больше внимания в фильме уделяется наготе главной героини. И, честно говоря, фанаты не жаловались, смотря на Джейн Фонду в этой роли. Смешные спецэффекты в сочетании с блестящими декорациями обеспечат вам фильм, который не стоит воспринимать всерьез. Тем не менее, он визуально привлекателен. С этими психоделическими кадрами, с движущимися цветами и формами. А струнные диалоги и смешные сцены не дадут вам отвлечься до самого конца. Если вам интересно, насколько прикольными были фильмы в 60-е, у Барбареллы есть на это ответы. Маньяк-полицейский, 88-й год. Полицейский в форме убивает невинных людей на улицах Нью-Йорка. Департамент полиции изо всех сил пытается установить личность убийцы. В качестве главного подозреваемого обвиняют молодого полицейского. Его даже уже арестовывают. Но детектив с девушкой все еще пытаются найти настоящего виновного. Но смогут ли они это сделать, сказать сложно. Обычно в фильмах показывают нормальных полицейских, которые защищают горожан. Здесь же все гораздо сложнее. Хотя, по сути, это боевик слэша, но он имеет интересный сюжет. И отличный актерский состав. Брюс Кэмпбелл, Том Эдкинс и Лорин Лэндо. В фильме много убийств и ужасных сцен, некоторые из которых придают ему пикантность. Тут будут даже погони на автомобилях и яростные перестрелки. Фильм заставит вас нервничать, потому что смерть каждого героя может прийти в самый неожиданный момент. В общем, полицейский маньяк довольно забавный фильм. Хоть трэш еще тот. Охотник на людей 1986 год. Уилл, бывший специалист по криминалистике ФБР, ушел на пенсию после инцидента с Ганнибалом Лектором. Его бывший начальник обращается за помощью в поиске нового серийного убийцы, которого называют Зубной Феей. Он убивает семьи в полнолунии. Чтобы справиться с заданием, герой должен общаться с Каннибалом Лектора, которого он и засадил за решетку. Но делать нечего, ведь нужно предугадывать следующий шаг маньяка. Это, вероятно, один из самых недооцененных триллеров, который постоянно находится в тени более популярных экземпляров. Охотник на людей – это экранизация книги «Красный дракон» Томаса Харрис. Сюжет просто невероятен, а персонажи были тщательно проработаны. И умелая режиссура более фокусируется на создании напряженности, нежели на шокирующих сценах. Взаимодействие с Ганнибалом Лектором наверняка вызовет дрожь по спине, когда вы увидите, что встревоженный Уилл борется со своими кошмарами, чтобы раскрыть это дело. Режиссер Майкл Манн добавляет маньяку человечности, показывая его предысторию и любви к слепой девушке. Брайан Кокс великолепен в роли жуткого каннибала Лектора, а Уильям Петерсон играет главного героя. Если вы еще не смотрели этот фильм, то это самое время вернуться к классике. Уличный мусор, 1987 год. В основе фильмов категории «Б» часто лежит безумный сюжет. В этом фильме, например, рассказывается о странных реакциях после употребления зараженного алкоголя. Ничего не подозревающий владелец винного магазина продает эти бутылки всем, кому не лень. Употребив их, нетрезвые люди начинают таять в прямом смысле. В то же время два бездомных брата ищут способ справиться с бездомностью, пока живут на местной свалке. Бывший, а теперь невменяемый ветеран войны основал здесь свое королевство, на свалке с группой бездомных ветеранов. Название и главный постер фильма полностью отображают его суть, и тем, кому неприятно смотреть на оторванные конечности и на запекшуюся кровь, даже если она сделана из кетчупа, лучше бы воздержаться от просмотра. Воспринимать этот фильм всерьез, конечно, не приходится. Трэшовый и черный юмор в сочетании с блевотными спецэффектами делает этот фильм уникальным. Хоть этот фильм категории «Б», но операторская работа, конечно же, на хорошем уровне. Актеры также отыгрывают естественно. Есть просто ужасные сцены, например, когда полицейский избивает мужчину в туалете, а потом и блюет на него. В общем, это настоящий трэш, а не какой-то там воображаемый. Год дракона, 1985 год. Китайская мафия в Нью-Йорке ненавидит капитана Стэнли Уайта за то, что он честный полицейский и нарушает договоренности с властями. Люди в полиции также ненавидят его за его праведные поступки. Но ему все равно. Джой Тай – крестный отец криминальной угрозы в Нью-Йорке. Он ожесточает раздел территорий азиатской и итальянской наркомафии. Жертв этой войны все больше и больше. Распутать этот клубок будет не так-то просто. Режиссура Майкла Чи Мино и интересная сюжетная линия делают этот фильм одним из самых недооцененных фильмов про полицейские истории. Микки Рурк демонстрирует здесь одно из своих самых реалистичных выступлений. А Джон Лоун – идеальный злодей с его угрожающими манерами. Фильм довольно точно и реалистично передает темную сторону Чайна Тауна. И некоторые сцены показывают реальную жестокость. На момент выхода фильм вызвал большую критику китайского сообщества. Возможно, этот фильм не состоит в одном ряду с такими оскароносцами, как «Охотник на оленей». Но все равно является отличным фильмом. Атомная школа, 1986 год. Рядом с атомной станцией была средняя школа. И от высокой радиации прилежные ученики мутировали в суперхулиганов и объединились в банду кретинов. Молодая пара Уоррен и Крисси пытаются разобраться, что же происходит. Неожиданно Крисси родила мутанта. И тот начал пожирать всех вокруг. Смогут ли они теперь остановить своего ребенка-убийцу? Кровь, насилие и черный юмор в перемешку с беспричинной наготой создает удивительный фильм категории «Б», который создавался именно для подростков с неокрепшей психикой. Здесь много отвратительных сцен. Например, когда один персонаж бьет другого кулаком и рукой достает до желудка. Логика напрочь отключается после 15 минут просмотра этого фильма. Спецэффекты подстать фильму «Чужой» и тоже имеют свой фирменный стиль. В общем, такое пропускать нельзя. Это нужно видеть. Авария, 97-й год. Семейная пара ехала из Массачусетса в Сан-Диего, когда их машина сломалась посреди пустыни. Жена воспользовалась услугами дальнобойщика, чтобы добраться до закусочной и вызвать помощь. Однако мужа ждет неприятный сюрприз, когда он узнает, что жена пропала. Водитель грузовика утверждает, что никогда не встречался с этой парой. А шериф считает, что главного героя просто бросила жена. Герой понимает, что пропавших в этой местности очень много. И шансы найти жену минимальны. Но делать что-то надо. Вот такая завязочка. Курт Рассел здесь играет обычного обывателя, которому предстоит столкнуться с такой вот проблемой. Даже интересно, как это все разрешится. Авария – это отличный триллер, потому что зритель не может оторваться от экрана. Что же будет дальше? Куда пропала жена? Будут здесь и экшн-сцены. В стандартном стиле Курта Рассела. Также хорошо поставленные трюки. Например, зацеп и ползание под траком. Но лучшее в этом фильме, конечно же, завязка. Она не торопит вас с боевыми действиями, а скорее задает все больше и больше вопросов. Авария – отличный триллер, который достоин вашего времени. Гнездо. 88-й год. Логово мутанта – русское название. Как будто бы простые тараканы были бы недостаточно отвратительны. В гнезде из них сделали тараканов-мутантов. Неудачный биологический эксперимент сделал из них существ, пожирающих плоть. Теперь эти существа врываются в дома мирных жителей и пожирают их заживо. Шериф, ученый и дочь мэра объединяются, чтобы уничтожить этих тараканов-мутантов. В этом фильме большое внимание уделено дизайну существ. А сцена с трансформацией выполнена на ура. Здесь есть несколько очень омерзительных моментов. А тот, кто не переносит обычных тараканов, лучше бы вообще не смотрел этот фильм. В фильме есть комедийные моменты и сцены с обнаженной натурой, которые хоть как-то отвлекут вас от тараканьего ужаса. Особенно омерзительно получилась сцена, где тараканы разрывают плоть и вылезают на поверхность. Монстр в конце фильма также отлично проработан и выглядит устрашающе. После просмотра этого фильма ты будешь ненавидеть насекомых еще больше. Хотя куда уж больше. Конфеты или смерть, 86-й год. Кумир хэви-металла 86-го года Сэмми Кер погибает при таинственных обстоятельствах. Это несчастье опустошает его самого преданного фаната Эдди Ван Бауэра. Мальчик еще учится в школе. Диджей Нюк дарит Эдди неизданный альбом рок-звезды. Когда Эдди включает пластинку, он понимает, что может общаться со своим кумиром через нее. Это помогает Эдди отомстить своим обидчикам в школе. Но вскоре он понимает, что является частью более зловещего плана. Теперь Эдди единственный, кто может остановить возвращение Сэма Карра из Ада. Конфеты или Смерть прекрасный образец фильмов ужасов 80-х, в котором есть свои пикантные моменты и захватывающий сюжет. Что еще интересно, что этот фильм снят для поклонников Металла. Отсюда идеальный саундтрек. Вы обязательно проникнетесь с сочувствием главному герою, ведь служить или нет своему кумиру это только часть проблемы. Разборки со сверстниками тоже не последнее дело здесь. Когда звезда Сэмми Кэр возвращается в реальность, мир становится еще более жестоким. Толпа приходит в неистовство, когда Сэмми появляется на сцене. Но кумир молодежи начинает стрелять в них молниями и убивать пачками. Также интересны в этом фильме эпизодические роли настоящих звезд, таких как Оззи Осборн, например. Не забудьте отправить ссылку на это видео вашим друзьям, ведь теперь у вас есть о чем поговорить.